Солнце медленно садилось, когда отец собирал свои вещи. «С тобой все будет в порядке, дорогая». «Я скоро вернусь», — сказал он своей взволнованной дочери. Та молчала и прятала глаза, подозрительно косясь в сторону родительской спальни. Вот уже несколько месяцев ее обитателями были отец и его новая супруга Жанна, которой совсем не нравилась девочка. Она постоянно задевала ее, когда отец не видел, говорила мерзкие вещи о ее внешности и характере. Однако Алиса даже не думала жаловаться отцу. Для него Жанна стала долгожданной отдушиной после смерти любимой жены. Поэтому Евгений даже не догадывался о подлых проделках новой возлюбленной и с чистой совестью собирался в рабочую поездку. Он крепко обнял дочь, поцеловал Жанну и уехал, так и не заметив странный взгляд, который та кинула на сжавшуюся у дверей Алису. Через несколько дней Жанна предложила пойти на прогулку в лес. «Это будет наша маленькая секретная вылазка. Ты согласна?» Мягко спросила она. Девочка отреагировала на это предложение с подозрением. В лесу быстро холодает в это время года, да и для грибов было уже поздновато. Однако деваться ей было некуда. В полной тишине мачеха и падчерица доехали до лесной окраины. Затем вышли из машины и отправились гулять по сосновой глуши. Сначала Алиса даже расслабилась. Они шли, не сворачивая стропинки, а Жанна весела и беззаботно хохотала, рассказывая девочке истории о своей юности. Погружаясь в эти увлекательные рассказы, девочка и не заметила, как под ногами закончилась дорожка, а задорная улыбка Жанны из дружелюбной превратилась в пугающую. «Послушай меня внимательно!» Девочка вдруг сказала мачеха, нагибаясь к Алисе. Ее глаза мерцали странным светом. «Знаешь, дорогая, мне лучше вернуться домой одной и рассказать отцу, что ты неожиданно начала вести себя странно. А после этого сбежала, как я не старалась тебя остановить. Мы даже поищем тебя какое-то время, а затем, когда не найдем, я твоего отца утешу. Потом родим собственных детей. Как тебе идея?» Произнесла она с ухмылкой, а затем резкая боль в затылке застала девочку врасплох. В глазах потемнело, и мир погрузился во тьму. Сумерки окутали лес, когда молодая волчица, вышедшая из логова в поисках добычи, бесшумно бродила среди высоких деревьев. И вот среди этой тишины волчица услышала слабый, тревожный плач. Ее уши мгновенно поднялись, словно слушая зов безысходности. Она отчетливо уловила запах человека, маленькой девочки, потерявшейся в этом безжалостном пространстве. Мгновенно ощутив инстинктивное желание защищать потомство, волчица направилась к источнику звука. И вот среди зарослей она увидела человеческого детеныша, замерзшего и потерянного. Ее глаза излучали страх, словно она уже предвкушала приближение смерти. Волчица медленно приблизилась, как будто боялась разрушить это хрупкое равновесие момента и окончательно спугнуть ребенка. Прильнув к девочке, волчица ощутила ее лихорадочную дрожь и слабый пульс. Она облизала ее лицо, словно хотела умыть от налипших сосновых иголок. Волчица укутала девочку своим теплым телом, как покрывалом. Ее черные глаза излучали материнское умиротворение, словно она говорила «все в порядке, ты в безопасности». Для Алисы волчица, лежащая рядом с ней, изначально вызвала неподдельный страх и беспокойство. Однако по мере того, как девочка приходила в себя, она почувствовала благодарность и облегчение, понимая, что волчица не желает ей зла. Когда девочка окончательно пришла в себя и обрела силы, волчица, словно понимая, что время пришло, мягко дотронулась до ее одежды. Почувствовав пульс ее сердца, волчица поняла, что настало время проводить девочку к безопасности человеческого мира. Итак, они медленно двинулись через лес. Волчица всегда оставалась внимательной, продолжая охранять девочку, пока они не добрались до края леса. Там, в свете огней деревни, волчица нежно подтолкнула девочку вперед, направляя ее к людям и безопасности. Уже без волчицы девочка медленно приблизилась к двери ближайшего дома и робко постучала. Дверь открылась, и перед девочкой открылась уютная гостеприимная обитель. Люди в доме сразу приняли ее, привели к камину и накормили горячим супом. После того, как девочка немного отогрелась, один из добрых людей дал ей телефон. Девочка с трепетом набрала номер отца, ее голос был тихим, но полным надежды. От звука родного голоса ее сердце застучало сильнее, а глаза наполнили слезы радости. Отец же еще до звонка дочери был наполнен отчаянием и тревогой, словно должно было произойти что-то плохое. В конечном итоге, не выдержав дурного предчувствия, он не смог доехать до места командировки и резко развернул машину, направляясь домой, где его встретила заплаканная Жанна. Она старательно отыгрывала заготовленную ложь, рассказала Евгению, что его дочь убежала, не собрав вещей, и Жанна не смогла ее найти. Эти новости стали ударом для любящего отца. Он, стиснув зубы от ярости и беспокойства, велел жене не уходить далеко от телефона, а сам позвонил друзьям и в полицию. В этот момент он услышал заветный звонок. Распознав в трубке голос дочери, отец почувствовал, как огромный камень упал с его сердца. «Папа, это я!» Тихим, дрожащим голосом прозвучали слова девочки. «Тетя Жанна бросила меня в лесу». Не бросая трубку и разговаривая с ребенком, отец сбросился к машине и отправился по названному адресу. Прежде чем покинуть дом, отец столкнулся с женой и, вложив в каждое слово весь тот гнев, что овладел им, закричал, что по их возвращению даже духа женщины не должно быть в его доме. Жанна сжалась, испуганно глядя на мужчину, но не сказала ни слова. Евгений ехал по пустынной дороге и по телефону слушал невероятный рассказ Алисы. Слова его маленькой девочки, наполненные чистой и неподдельной благодарностью к волчице, которая согрела ее и вывела из леса, отпечатывались в его памяти. Подъезжая к деревне, отец увидел одинокую серую фигуру, стоящую за деревом. Внезапно его сердце сделало невольный скачок, и он ощутил сильнейшее чувство благодарности и умиротворения. Он понял, что это та волчица, что спасла его дочь от неминуемой гибели. Мысленно он сказал спасибо этому зверю, который оказался гораздо добрее, чем многие люди, и поклялся, что никогда не забудет этот момент. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.